Я прочитаю два стихотворения, но прежде скажу несколько слов. Я с большим уважением отношусь к бардовской песне. Я сам начинал с гитарой, я пел Высоцкого, и в 12 лет я распевал, и я окружу напропалую, самый ветреный из женщин. Это был 70-й год. Но потом шло время, и я занялся немножко другим. Итак, два небольших стихотворения. Вы знаете, я никогда не понимал словосочетание поэт-песенник. Ты либо поэт, либо песник, понимаете? Это было в советское время. Я сейчас не знаю, как и сейчас так говорят. Нет, я не знаю поэт-песенник, не знаю. На северах. На праздник первой рыбы дух огонь, И ловкий чаут воздух рассекает прокисших шкур крови, Отвратно вонь и хороша для тех, кто понимает. Язычество, роскошное на глаз, Оценит иностранный антрополог. Он даст немного денег, и как раз Приедет магазин, поднимут полок, Из мелочей все нужное возьми. Товар заморский в яркой упаковке, Они, охотники, становятся детьми, Шумят и мнут нелепые обновки. Здесь мельгитанин, хитрый, Глаз скосит, и будет выручка, За разговором водка, Кусает гнус, Нашку и княку спит, И антрополога в туман уносит лодка. И еще одно сцене, называется Драма. Спасибо. Драма. Она ушла, уехала, сбежала К московскому писателю туда, Где попрошайки мерзнут на вокзалах И где тепло уносят поезда, Что будет петь писака безголосый На ухо той, которой я стихи слагал, Как зажигают папиросы, Как отпускают вечные грехи. Он повезет, наверное, в Аргентину, В Испанию, где легкое вино, Ее, мою вторую половину, Поскольку мы повенчаны давно. А это значит, небо нас связало Шенгенских виз прочней, И все равно я не люблю Холодные вокзалы, Я разлюбил испанское вино. Субтитры создавал DimaTorzok